Я продолжу терроризировать всех англоязычных презентаций, но вот такая фишка. Также сразу я писал в описании, для кого этот доклад предназначен, надеюсь, у максимально релевантная публика. Сразу предупреждаю, если вы непревзойденный гуру датамайлинга, то постарайтесь держаться с вопросами и едкими замечаниями хотя бы до середины доклада. Если же нет, welcome. Итак, это, я надеюсь, первый доклад из нашего действительно глубокого погружения в тайны датамайнинга и различных очень веселых алгоритмов, которые сейчас называются модным классным словом machine learning. Удачный брендеринг эконометрики, на мой взгляд. Раньше это было все очень непопулярно, встречалось в разных интересных, разной интенсивности учебниках, но никто на линейную регрессию не обращал должного внимания. Как только на нее стали обращать внимание товарищи на западе, используя классные системы, обратили на нее внимание и мы. Итак, вот так все переключается. Про меня вдруг кто-то не знает, кто я такой. Я сотрудник тамтека, java-программист. Также у меня есть несколько небольших подпроектов, которые связаны как раз с ковырянием данных, различных извлечений оттуда фактов. И также я участвую, у нас есть воргруппа, посвященная датамайнингу. И, собственно, этот доклад, это некое следствие работы нашей группы. Группа организовалась не очень давно, но, скажем так, экспертизу и знания мы наращиваем довольно стремительно. Итак, немножко про датамайнинг. Вообще, вначале нужно будет понять этимологию слов. Как истинный гуманитарий я начну именно с этого. Майнинг, это слово встречается в англоязычной литературе по отношению к добыче угля. И я бы его переводил на русский язык именно так. Вот так, с таким узорением, в добычу. Ну, к сожалению, куал мы заменим здесь на данные, но не сильно часто заменим. Итак, что это вообще такое? То есть, с чего все начинается? Приходит, например, заказчик и говорит, эй, дружок, ну, приходит кому-то, например, в свою компанию. А предскажи мне что-нибудь. Если данный человек не оракул и он не астролог там и так далее, то, наверное, понадобится что-то большее, чем, собственно, интуиция. Например, почему-то можно привести такие две вещи, там, не знаю. Предскажи, сколько завтра будет стоить доллар с самой классной задачей. Какая завтра погода. Ну, в принципе, тоже можно считать задачами датамайнинга. Но это просто некие предсказательные задачи, где вы можете выдавать ответ, не полагаясь на классический алгоритм. Или, например, такая задачка распознавания. Что на картинке? Человек или диван? Непонятно, на самом деле. Если на картинке человек и диван, как их отличить? Как их классифицировать, на самом деле? Картинки кончились. Вообще, на самом деле, датамайнинг, опять, другие вопросы. Чаще всего нужно отличать не котиков от собаки, нужно отвечать на какие-нибудь скучные вопросы. А с какого телефона звонил злоумышленник? Или провалит ли этот человек испытательный срок на основании каких-то, там, треков и джиу? Или, например, мы вообще можем доверять этому кандидату на выборах? Или какие, вот основываясь на кредитной истории человека, можем ли мы выдать ему миллион рублей, прислав одно смс? Безусловно, там, где такие системы не существуют, выдают кредиты все. Там, где кредитная история что-то значит, это действительно важная информация, с которой нужно извлекать факты. Что такое датамайнинг? На этот вопрос, как вы поняли, я еще не ответил, по этому продолгу. Например, может быть, это статистика. То есть, есть ряд людей, которые пришли с некой суровой математической подготовкой к датамайнинг, они начинают мятешить перед всеми потрясающими формулами, коэффициентами, какими-то классными штуками, которые упаковываются все на много-много страниц, и говорят, я датамайнер, я могу собрать некую статистику над вашими данными и опубликовать ее. Или не опубликовывать. Ну, на самом деле, хочется сказать, что статистика – это одна из мамочек датамайнинга. Здесь перечислены еще некоторые, и они лежат довольно поросли. То есть, например, такая вещь, как визуализация, тоже вполне… Каждый человек в каждом из маленьких зелененьких облачков себя может вполне считать датамайнером, если он выполнен какой-нибудь подряд, связанный с этим. Например, человек, который рисует классную иконографику, он себя тоже считает датамайнером. Часто сталкивался с сетом, но он не использует никаких алгоритмов, и даже не работает с какими-то серьезными сетами данных. Может быть, это облако тегов. На некоторых конференциях датамайнинг отписывают как облако слов. Ну, вы знаете, мы не можем дать определение, но вот эти слова – это облако тегов слов из одной из конференций по датамайнингу. Каждый может здесь найти что-то свое, но самые большие слова – это data, large, process, patterns. Patterns в очень широком смысле слова. Это не паттерны, ганг-по-по, это паттерны, как некие любые шаблоны отношения, зависимости. То есть слово шире, чем dependency, relationship. То есть это patterns. Там, не знаю, красный и зеленый. Patterns. Почему красный? Это другой вопрос. Может быть, это действительно визуализация данных? На самом деле, самые большие деньги зарабатываются в сфере датамайнинга именно здесь. То есть компании, которые строят различные грузы, ну, не всегда они показывают какие-то полезные парты. Например, замечательная икона графика, можно и наслаждаться. Это визуализация, вы видите, здесь карта США. Можно заметить, что в крупных городах живет много людей. Потрясающий факт. Можно его визуализировать и делать на основе этого какие-то выводы. То есть, ого, вот в этих пиках у нас больше покупок. Это не датамайнинга. Или здесь вот, например, какой-нибудь citation граф, или, например, замечательная картинка с тем, что потребляет средний американец. Скорее всего, это просто статистика. Это не сложный факт, который скрывались в данных. Это не аллаху бы. Для тех, кто любит эти многомерные срезы, строить по ним классные отчеты, вот я хотел бы все-таки сказать, что ну, это не датамайнинг. Вы классный репортер, вы классно умеете, может быть, анализировать данные, но когда у них есть хорошая структура, эта структура отыскана кем-то другим или была дана изначально. То есть, когда вы знаете, кто у вас кастомер, кто у вас эмплойер, где у вас заказы, где это все хранится, можно построить классный, красивый отчет. Но никаких особых зависимостей, я имею в виду в самой структуре данных, вы еще не открыли. Можно сделать какие-то выводы о продаже, конечно. Ну, то есть, это не аллаху. На одной из популярных конференций, надо сказать, что датамайнинг есть около десятка конференций, и у каждой свое определение. То есть, ученые даже не пытались договориться и выработать свой стандарт. Мне понравилось вот такое определение, но я не спорю, что оно не самое главное. Так называемое, что такое датамайнинг? Это магическая часть EDD. Открытие каких-то данных в ваших базах данных. То есть, есть какая-то первая стадия selection, то есть, у вас есть безмерное количество логов данных, вы выбираете из них данные. Потом вы их как-то препроцессируете, выкидываете, знаете, ругательные слова, если они не имеют никакого значения, пропуски заполняете чем-то, или просто какие-то битые данные восстанавливаете. И это еще не датамайнинг. Потом вы это трансформируете, мерзете какие-то таблицы, чтобы было удобнее как-то анализировать. Это все делать в памяти, или в базах данных, или еще где-то. Но это еще не датамайнинг. Потом переходим на следующую ступеньку, а тут пришли люди с алабхубами, и быстро все навизуализируем. И вот та магия, которая была где-то посередине, про открытие паттерна, вот по определению вот этой конференции, посвященной к EDD, вот это и был датамайнинг. Здорово! Но нам таких заказов еще никогда не приходило. Поэтому определение там так. Дайте нам свои данные. Мы сделаем что-то, и мы дадим вам машину ответов на ваши вопросы. Все. Ну то есть у нас несколько более расширенное это понятие. А ну и понятно, мы же умеем делать еще что-то. Грех делать только что-то одно. Поэтому у нас и следствие, те вещи, которые буду рассказывать дальше, имеют несколько более широкое значение. Итак, начнем с данных. Большие датасетты, на которых каждый может потренироваться. Вообще доклад скорее не для тех, кто уже много лет занимается датамайнингом, а для тех, кто захотел разобраться с этим словом, поиграться дома сам. То есть я надеюсь, мой доклад поможет этому. Например, вы можете взять опубликованные дампы, например, графа Фейсбука, его всех френдов, или открытые дампы сообщений со стертыми личностями. Или, например, не знаю, все твиты, есть большие дампы Твиттера, есть граф друзей Твиттера, граф отношений, я имею в виду. Есть, например, большие дампы погодных данных. Это морские маршруты, самые классные опубликованные вещи. Мне нравится. Ого, там какой-то человек. Это, например, торговые транзакции. С торговыми транзакциями чуть сложнее. Я не встречал интересных, больших дампов с торговыми транзакциями, но есть довольно примитивные, сочиненные где-то десятки и сотни транзакций. Вы все равно можете какие-то вещи оттуда выкопать, я дальше покажу. Это, конечно, набирающий популярность тренд различных правительственных организаций, муниципалитетов, выкладывать свои большие данные. Причем эти данные вполне могут быть интересны. Помню, на Хабре была в свое время статья, замечательно, человек сделала пишку в Госдуме, можно было посмотреть, за какой закон кто голосует, какие депутаты, какая у них история голосования. На основе этого строить какую-нибудь классную аналитику, которая потом дальше как-то использовалась. Но не обязательно про депутатов в Госдуме. На самом деле это могут быть данные о каких-то платежах или сборах в муниципалитетах, и вы можете, имея API, строить какую-то интересную аналитику над этим. Это, конечно же, медицинские данные. Здесь самые сложные, самые интересные, на мой взгляд, задачи стоят, это данные генома. Буквально недавно пролистывал одну из статей, где говорилось, вот люди в 1960 году думали, что люди изучат геном и научатся побеждать рак. Потом статья прогнозная 70-го года, то же самое. Все ждут это в 2000-м. Люди в 2000-м году ждут это в 2020-м и так далее. Задачи очень сложные, связи в наших геномах очень сложные, когда у тебя довольно большие объемы данных, и ты хочешь переводить не только с 4-мя кубиками. Здесь все очень-очень непросто. И самое главное, нет никаких знаний из реального мира. То есть тебе знание о том, что хочешь за хлебом, никак не помогает устанавливать связи генетики. Это телекоммуникации. Это, конечно же, запись ваших звонков с различными данными, с какой вышки на какую это все поступало. И тут очень много можно поинтересных вещей находить, включая идентификацию вашей личности. Источники данных. Теперь немножко про них. Самое лучшее, что может быть, если у вас уже есть реализационная база данных. Это означает, что у вас уже есть схема, и кто-то за вас постарался. Но, скорее всего, это будет один из источников данных, наиболее структурированных. Скорее всего, там будут лежать, например, данные каких-то транзакций, и факты, которые вы будете искать, никак не будут связаны просто с платежами или, там, не знаю, средними платежами этого заказчика. Это большие срезы данных. Это уже вещи, которые как-то агрегированы. Например, у вас есть какой-нибудь кодук-кластер, вы достали из него какие-то агрегаты при помощи того же пига, и уже дальше можете это говорить. Это файл. На самом деле, в датамайнерах очень распространен такой формат файлов, как CSV. И большинство датсетов вы можете найти именно в этом формате, если вы еще не работали из вашего программного языка в CSV. Не самое время. И это обычно миллион проприетарных, бинарных форматов. Их очень много, и их нет смысла даже здесь перечислять. Отдельным особняком стоят, и это все связано с различными показами релевантной рекламы и так далее, это так называемые данные, интернет-данные. Это ваши мейлы, это различные в XML-формате сохраненные огромные количество ваших каких-то переходов, кликов. Это данные вашего веб-поиска, конечно же. Их собирает о вас все. Например, Mail.Wart, или Яндекс.Браузер, или Гугл.Хром, или Яндекс.Хром. Они все это собирают, и даже если вы поставили какие-нибудь Яндекс.Элементы, они тоже собирают в ваших сферах поиска. Это классно. Вы или все. Интересно. И обязательно научные форматы данных. Я здесь скажу о самых основных. Ну, когда-то самым основным стандартом считался стандарт Матлаба. Но, так как Матлаб загибает непомерные цены за их кластера, то можно с ним, в общем-то, распрощаться. Тем более, что код легко портируется на октаву. Это форматы данных R. Они довольно компактные. Тоже бинарные форматы. Все сразу восстанавливается в оперативную память, загружается и так далее. Сейчас отключемся немножко. Будем считать, что это была еще суровая часть. Следующая часть. Вам как бы нужно из ваших данных сделать выбор. Здесь немножко... Я хотел бы затронуть снова этические вопросы. Я не могу оставлять их в стороне. Мне хочется о них все время думать. Нужно вспомнить о том, что вам не нужен весь ваш срез данных. И, скорее всего, вы хотите решать задачу, например, какого-то таргетирования. Например, типичная задача, рекомендации чему-нибудь, кому-нибудь. Вы можете делать простые срезы. Например, если вам... Пример. Если вас интересует выборка по возрасту и полу, вам точно не нужны все данные. Достаточно сделать репрезентивную выборку и работать с ней. Она может быть действительно невеликой. И эти данные много скажут вам о поведении такого кластера, как молодые женщины с 18-22 и так далее. Что они, например, ищут в интернете? Это, например, таргетирование по географической позиции. Здесь чуть сложнее. Мощность этого множества очень велика. Но это все можно объединять в какие-то регионы. Например, Штаты. В случае США или области. Ну, у нас, как говорят, поиск между областями не так сильно отличается, как между Штатами в Америке. Это лайки. Это какие-то ваши активности в интернете. То есть смотрите на то, чем вы хотите заниматься. И теперь немножко. То есть нужно четко понимать, что чтобы вам показывать что-то релевантное, вы должны отдавать что-то про себя. Эта информация состоит из очень многих кусочков. И это целый бизнес. Мы в таком бизнесе, к счастью, к сожалению, не участвуем. Но он есть, и я не могу о нем не рассказать. Например, это называется индустрия. В коллекции, агрегейтинг, брокеринг, вот этих вот самых personal data, database marketing. То есть это как бы не продажа баз данных, которые, вот те баз данных. Какой-то как? Наша робота слила базу данных от всех живущих в этом районе. Это вот те базы данных. Или там, здесь можно найти по паспорту кого угодно. Это вот те базы данных. Ну, там все это серьезно на Западе, это серьезные бизнесы. Например, не первого ИКК, но только он публиковал эти данные. Аксио, они собрали, например, в 2013 году 1 миллиард браузерных кук, 200 миллионов мобильных профилей. Они работают только в США. Это важно понимать. И в среднем на одного американца, за которым они сидят, приходится полторы тысячи кусочков различных кук, файликов, креденшнелов на разных сайтах. Причем куки воруются, естественно, спокойно и у конкурентов. Тут никаких проблем вообще нет. Задумайтесь об этом каждый раз, когда вы хотите потреблять какой-то товар бесплатно, вы платите. Да, при процессе. Здесь я скажу совсем немного, об этом очень много всего написано. Просто напомню, что я бы назвал при процессинге всю ту стадию, которая чуть ли не начинается с выборки из базы данных. Вы можете определить сами для себя, на каком этапе вы будете делать валидацию. Например, как только вы еще забираете что-то из базы данных, уже это такая очень широкая валидация, требующая затрат, но иногда имеет смысл бы провести, чтобы сделать срез потом поменьше. Или это может быть уже после того, как вы выбрали ваши данные. Но суть в чем? Желательно, чтобы валидация была успешной, выбирать все маленькими кусочками. Правила обычно применяются одинаковые ко всем. Желательно заранее четко понимать, что вы будете делать с пропусками, с битыми данными и так далее. Помните те самые дефолтные значения в базах данных? Можно определять их на том уровне, но представьте, что у вас где-то есть фильтр, у которого есть дефолтные значения для всяких плохих ситуаций. Удалите странные сигналы из ваших данных. Простой пример. Была задачка, я про нее когда-нибудь отдельно расскажу, предсказать количество лайков у поста одноклассников. И, например, я почему-то начал работать с данными, не удалив, например, такой шум. Ну, нужно было предсказать количество лайков. Естественно, есть посты, которые по непонятным причинам набирают миллион лайков. И, например, больше всех в среде набирал пост, в котором было написано «Так, если бы я сразу вырезал 100 самых лайкнутых постов из каждой группы, мой губопрогноз был сразу лучше». Я был неопытен и не вырезал. Поэтому у меня была очень-очень-очень плохая модель. Ну, потом я вырезал, и все стало хорошо. И самое главное, вы можете это сделать, вы можете смержить, спокойно денормализовать все, смержить все это в одну классную таблицу, если у вас уже есть структура, или в одно монго что-то, в чем уже есть хоть какая-то структура, дальше работать. Теперь чуть подробнее о нахождении тех самых паттерн. Самое простое, и этот паттерн, который знаком, наверное, каждому с детства, это поиск ассоциативных правил. Простой пример. И им грешат наши магазины. На самом деле, можно заметить, что у нас разные торговые сети очень синхронно понижают, опускают цены, меняются товаром и так далее. Это основно на простом правиле. Например, правило выкладки товара. Есть такая профессия мерчендайзер, это люди, которые занимаются правильной раскладкой товара. Они интуитивно следуют ассоциативным правилам. То есть, например, если люди берут рыбу и мясо, то на выходе они возьмут жвачку, стимуров. Ну, это сложное правило. Есть попроще. Если люди взяли подбузники, наверное, возьмут детское питание. Это правило попроще и может быть более достоверно. Суть в чем, вы где-то сохранили все покупательские транзакции. То есть, транзакции там просто факты о товарах. Например, у вас есть, что были сделаны покупки товаров А, Б и С. Потом Б, С и Д. Потом А, Б и Д. Да, например. Ну, и вот такие вот факты. И вы после этого строите просто набор ампликаций. То есть, из А и Б следовало Д. Вот такие простые ассоциативные правила. Их очень много может быть. И вы можете с какой-то достоверностью говорить, что если человек покупает товары А и Б, то купит Д. Простые условные вероятности. Ничего сложного. Но эта вещь очень классная. Те магазины, которые отказывались от использования никаких вещей, они получали намного больше затрат например, на те же мерчандарты. Следующая, более популярная тоже вещь, ту, которую мы можем увидеть все в реальной жизни. Мы так или иначе все кластеризуем. Например, когда мы проводим опрос перед какой-то конференцией. Какого размера будут футболки, мы, конечно, понимаем, что у людей индивидуальные очень размеры. Можно создать очень разные срезы, можно создать попроще. Но суть в следующем, что нам, конечно, хотелось бы кластеризовать, чтобы было поменьше геморроя. Простой пример. Вы просили всех людей, предположим, точно их окружности, грудей или их рост и вес. Предположим, вы хотите найти какую-то зависимость между ростом веса и размером футболки. Или вообще понять, как-то эти люди группируются. Мы нанесли это все на плоскость и как бы невооруженным взглядом увидели три роя, которые, наверное, разбиваются дачно на три кучи. Наверное, очень худые, очень низкорослые люди носят S, другие люди носят M, A, а для Сибирьков место вообще на этом графике не нашлось. Вот. Задача кластеризации, она особенная. То есть вы должны разделить какие-то данные на какие-то классы, не зная, сколько этих классов вообще может быть и какие признаки у этих классов. Спорная такая задача, но все успешно справляются. Ребенок с детства учится отличать большое от холодного и так далее. Вот. Можно заниматься тем же самым. Есть много классных алгоритмов, которые позволяют пластеризовать что угодно, с какими угодно признаками. Другая проблема, вот я почему сравнил два графика, как вы видите, в зависимости от параметров вашего алгоритма, который вы задали, вы можете получить действительно разные результаты. Причем на одном и том же наборе множеств. Выкинув одну точку, можно получить разные вещи. Но, скорее всего, хоть ответ вы получите. Но самая бессмысленная задача кластеризации, которую я видел, это одно было приложение ВКонтакте, которое твой граф друзей пыталось разбить на кластера. Вот. Причем оно, это дело как-то нетривиально, что кластера, оказывается, например, мои знакомые почему-то из Екатеринбурга, из Новосибирска, оказываются в одном кластере, наверное, кластеры людей, с которыми никто не общается, из моих других друзей. Правило было абсолютно ничевинное. А я хотел просто найти сильно связанные группы. Казалось бы, это всех интересует. Я сам на графике их видел. Вот, 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 вот эти кучки. Но нет. Другие параметры. Всеми любимая регрессия. В свое время я столкнулся с ней как раз на эконометрике. Там нужно было предсказывать неинтересные данные, поэтому я забил. На самом деле это очень интересная штука. Это способ, скажем так, получить численную оценку, не просто к какому кластеру относятся, а к какому кластеру, может быть, определив эти кластеры заранее, а получив прям численную оценку. Например, задача о прогнозе числа лайков была той самой задачей регрессии. Другое дело, что использовать линейную, наверное, там не стоит. Основная цель, это получить функцию, которая будет по вашим точкам каким-то образом посылать их и выдавать какое-то оценочное число. На самом деле эта функция может поставить всем единицы и нулей по случайному правилу. Это тоже будет какая-то оценочная функция. Другое дело, что она может быть линейной, может быть полинамиальной, например. Сложно описать некоторые зависимости при помощи только линейной функции, но некоторые хорошо описываются. Нелинейной вообще, можете вспомнить алгебру, из школы, и там все эти штуки, были композиции этих функций. Но может быть какой год. Главное, что вы получаете в этих задачах некоторые оценочные условия. Размерности может быть очень много, но самый популярный график, это, конечно же, на плоскости, у вас есть какая-то куча точек, и вы должны провести линию наилучшим образом. Тут встает классный вопрос. Что значит наилучшим образом? То есть, надо, чтобы много точек попало на эту линию? Или надо, чтобы расстояния от точек были в среднем, не очень далеки до этой линии? И ты понимаешь, что только ты эту линию можешь очень по-разному провести. А кому-то нужна, например, задача по тотализаторе, чтобы максимум точек попало, потому что для них не имеет смысла насколько сильно ты проиграл. Важно, что ты выиграл или нет. И твой прогноз, он очень важен, как предсказание точных фактов. Но в такой ситуации, наверное, это была не совсем задача регрессии. Чуть выше у меня приведен пример так называемого multiplier regression. То есть, у вас есть некая россыпь точек, теперь уже в трехмерном пространстве. Вряд ли вы через них проведете какую-то рассекающую плоскость, или проходящую через множество точек. Точек слишком много, они плохие, шума. Но некую поверхность порой бывает можно провести, и эта поверхность может подчиняться какому-то закону двух перемен, или от трех, или от четырех. Ну, дальше это уже сложно визуализировать. Почему-то слайды поменялись местами. Я хотел чуть раньше сказать о задаче классификации. На мой взгляд, она стоит чуть раньше, чем о задаче регрессии, но, возможно, и в другую. Представьте себе, что у вас есть какое-то множество, и каждому из которых, например, приписано то, какому из классов оно принадлежит. Не знаю. Предположим, простой пример. У вас есть котики и собачки, много-много фотографий, и вот эти, написано, что это котики, это собачки. У вас миллион первая фотография, нужно сказать, это котик или собачка. Это задача классификации. У вас есть два класса, есть тренинг-сет, в котором все известно, и тест-сет, который нужно отнести к какому-то из подмогов. Проблема в том, что классов может быть несколько. Казалось бы, границу между двумя классами можно провести классно. Чем-то даже напоминает задачу линейной регрессии. Ну, чертишь линию, надо, чтобы все одни оказались с одной стороны, все другие с другой, но как-то часто оказывается, что они все перемешаны, параметров слишком много, вы не можете провести линию, вы не можете провести кривую, иногда вам нужно провести кривую эллипс какой-то, ну, то есть, очень много интересных способов отсечить линей, да, на другие. Проблема в том, что у вас на эту плоскость, вы вроде бы все расчертили, начинают падать новые точки. И эти точки, одна за другой, они начинают, могут даже начать двигать вашу кривую. То есть, вы даже про них, ну, вы смотрите сами на изображение, понимаете, что почему-то, да блин, это же кот, почему он попал в собаку? На него просто что-то, а если у вас были параметры, например, вес, бывают жирные коты, худые собаки. И как бы, большая проблема была по этому одному параметру, или там, не знаю, размер от экрана, у вас же фоточки, да, при чем тут вес? Размер от экрана, который занимало животное. Коты обычно, например, поменьше, собаки побольше, но кто-то смоткал кота очень крупно. И что с этим делать? Он испортил вам все, и это плохой признак. Тут вообще непонятно, что делать. Ну, тут можно напрямую так отчерпить. Вот есть подмножество. Обычные коты, жирные коты, вот между ними лежат собаки. По-разному может быть. Продолжая пример на плоскости, я хотел бы обратить ваше внимание, то, что можно очень по-разному разделить. Вот пример, по-моему, я не помню нижняя картинка откуда. Возможно, эти пресловутые ирисы, трех видов, которые все пытаются разделить на три класса. У ирисов известны какие-нибудь длины пестиков, тычинок. И приходит какой-то новый цветок с пестиками, тычинками, и вы должны их отнести к какому-то виду. И тут какой-то такой вопрос. Куда это все попало? Где это может применяться? Например, естественно, это компьютерное зрение. Это, например, поиск того, долбались бы или нет. Это распознавание речи. Это биометрическая идентификация. Тут порой все просто, да? Два класса, да или нет. И это, естественно, кредитная история. То есть, можно классифицировать, например, какого класса кредит вам выдать, а можно вообще отвечать на вопрос выдать вам кредит или нет. На основе вашей, например, кредитной истории. Это ваших кредит. Чуть дальше поговорю о буквально нескольких самых популярных методиках, которые позволяют решать задачи как классификации, так и регрессии. Мне очень нравится decision-tree. Я не знаю, видно ли хорошо слева вот это дерево, оно взятое из египетии. Это, наверное, самое классное дерево. Вы тренируетесь на ваших данных и строите, по сути, некое дерево, где по которому для каждого примера понятен ответ, к какому листочку это будет относиться. Это все выглядит как набор неких правил. Если какой-то признак, например, если вы очень толстый и красивый, то вы туда, или еще что-нибудь. Здесь конкретно что было? Здесь люди, которые погибли на Титанике, и здесь decision-tree, то есть пытаемся про абстрактного человека, не знаю, про него известны какие-то признаки, понятия, он погиб бы на Титанике или нет. Например, каждый может себя сравнить. Например, какой у вас опыт? Если мужской, то вы идете налево, если женский направо, вы выживете с хорошей вероятностью. Это будет попадание 0,73, 36% выборки, выжить, вот что значит, с цифрой. У вас порой вопросы могут быть очень неожиданными. Причем тот возраст, почему деревьев паладиной? Ну вот так построилось ваше дерево, не буду для вас потрогать, потому что деревьев очень много. Если вам больше девяти с половиной, вы померли, потому что вы мужчина, больше девяти с половиной лет, вы, видимо, не ребенок. Знаете, я еще могу себе объяснить, вообще жесть. Вот это сикс, это количество ваших кузенов, братьев-сестер двоюродных, ну в общем, я понимаю, что это правило родилось, и способы как-то разбить уже выборку мужчин, которые выжили, на тех, кто выжил, нет. Почему-то это правило было самое очевидное, чтобы попасть в список правил. То есть это было в описанном признаке, да, естественно, должно было там быть, да, но неизвестный оттуда. Если у вас было больше двух с половиной, больше двух с половиной, думайте, что это такое, чего-то нецело, чего братьев-сестер, то, скорее всего, умерли. Это немного людей, но вот эта леточка очень хорошо описывает мужчин, больше девяти с половиной лет, которые было больше двух с половиной братьев-сестер. Они умерли. А если нет, то выжили. Очень высокой вероятностью. Ну, холостые мужчины, больше девяти с половиной лет, они уже живут. А, не холостые, хотя их родителей, в общем, немного, да. И еще один популярный алгоритм, КНМ, например, про него тоже можно отдельно много рассказать, но суть следующая. У вас есть на плоскости сколько-то точек, тоже классно все соотнесе, вы бросаете какую-то новую точку. И то, к какому из классов относится эта точка, вы решаете о том, что говорят они ее соседи. Точнее, кем являются соседи. Помните, значит, что все, если мы лежим достаточно близко к квадратикам, наверное, мы квадратик синий. Если красный треугольничек, наверное, красный треугольничек. В чем тут фишечка? Вот, вы можете, начали с точки, с этой самой точки, про которую ничего не ясно, постепенно расширяете окрестность. Предположим, вы тупо увеличиваете радиус. И вдруг у вас попало три соседа. Все здорово, я красный треугольник. Но стоит мне увеличить окружность, то есть я считаю, я решаю по трем моим соседям. А я хочу решать по пяти соседям. Ну блин, среди пяти ближайших соседей победили синие квадратики. Значит, я синий квадратики. Эту окружность можно увеличивать. Можно по-разному строить границу, вот эту вот окрестность. Но суть в чем? Вот эта вот К, вот в этом НН, это количество ваших соседей, которые вы берете. И можно нарисовать очень замечательную кривую, поставив К, например, 100. Я хочу решать все по сам ближайшим соседям. Там будет такая крутая граница такая. Описывает каждый случай. Но, скорее всего, ваш учитель переобучится. То есть для новой точки он, скорее всего, вас определит куда-то криво. Что получилось? Это сильно напоминает задачку, как все помните, интерполяции, что по очень-очень-очень большому количеству точек легко построить кривую, которая через все эти точки пройдет. Здесь вот примерно похоже на эту ситуацию, хотя точек намного больше. В любом случае, решение о том, к какому классу относится новый объект B, принимается по количеству его соседей. Это очень простой алгоритм. Его можно везде использовать, он классный. Больше ничего не буду рассказать про алгоритмы. Чуть-чуть расскажу про рынок и скиллы, и тулзы, которые можно использовать. Чуть-чуть больше программистов будет. Это рынок. Картинка – это рынок. Я повернусь к нему, немножко расскажу. Вообще, вокруг всех этих математических моделей очень много бизнесов. Эти бизнесы начинаются с самого нижнего уровня. Здесь мы очень прочно, наверное, сидим. И здесь, как бы все очевидно, мы про это рассказываем. Ранук, Ранук, MapReduce, Интерс, Кассандры. Все здорово. Даже деньги, известно, сколько это стоит даже, в принципе. Можно оценить. Где-то наверху вообще лежат такие ребята, которые... Ну, зайди в мой сайт, зарегайся, я покажу тебе отчет. Вот здесь вот можно вот эту вот рекламу показать. А где-то между этим лежит очень много интересных сервисов, инфраструктуры и так далее, которые тоже умудряются на всем зарабатывать деньги. Например, Oracle, который нарастил сверху кучку, и предлагает очень умный способ ваши данные хранить. Даже анализирует порой хранить. Или, например, Amazon, который вам говорит, мы не трогаем ваши алгоритмы, но с нами легко. Или там, если же российские предыдущики, они сюда не попали. Но они есть, например, по Cloud. Или аналогичные инфраструктуры. То есть люди говорят, пожалуйста, не паритесь с вашими вот этими всеми настройками Хадупов. У нас уже собранный фреймворк. Вы заходите в консоль, нет, в web-консоль, нет, нет, в web-страничку, ставите галочки, и вот ваши данные текут, все анализируется. Но нет, мы дальше ничего не предсказываем, но вам очень легко. Там еще очень много всего. Я просто хотел бы вам показать, насколько вот этот рынок большой, сегментирован, и в каждом из них есть место, которое можно занять. Проводился опрос. Этот опрос, сразу скажу, проводился среди всех людей, которые называли себя датамайнером. И у вас самый популярный датамайнер-алгоритм. Как я понял от запроса, не для всех было очевидно слово алгоритм. То есть люди для некоторых, где переводили способ, которым вы пользуетесь. Как видно, в пройду вошли, странно назвать это алгоритмом, regression, но тем не менее. Это просто какие-то популярные вещи, которые люди пользуются. Decision 3s, это лидер, это рамбод форес, это всякие и так далее. Это regression, cluster analysis, нейронет, заметьте, не очень популярно, все на пятой строчке. Но это не то, что люди хотят делать, это то, чем люди пользуются на самом деле. А где-то внизу идут какие-то вещи, которые вот попахивают маркетологическими отчетиками. И вот я как понял из этой выборки, консультанты, люди, которые консультируют на переднем крае людей, что лучше настраивать, они пользуются уже какими-то готовыми тузами из верхнего рынка этого. И они считают, что они пользуются какими-то алгоритмами. Естественно, об алгоритмах они не знают. Как было предсказано, они не объясняют, да им и не надо. В принципе, они пользуются штуками, которые хорошо работают, и кнопки нажимаются. Но вот такая вот штука, в принципе. Изучайте Decision 3 и доходите с вами. Хочется поговорить о двух бесплатных средствах. Я теперь хочу всем рекламировать язык R. Хотя зачем мне учить новый язык, но это язык, и он свободный. В нем есть куча графической визуализации, она довольно родная. В нем есть статистические пакеты. R, вот очень сложно гуглиться, но если вы напишите R-language, то вы найдете что-то о нем. Что мне нравится? Представьте себе, там, конечно, нет ничего в родном пакете практически, но вы можете зайти на лестнище пакетов, найти там буквально любой алгоритм. Это как в Java, то есть у вас почти нет ничего в родной библиотеке, но заходите, обязательно находите какую-то Java библиотеку, которая уже кто-то сделал. Скорее всего, она нормально работает. Вот это очень классная штука R, потому что куча ученых написала кучу нормальных пакетов. Чаще всего пакет являлся, например, чей-то кандидатской или чей-то дипломом, поэтому его еще и проверяли на это. Это классная комьюнити. Комьюнити действительно хорошее, потому что я всегда так оцениваю. Если можно задать вопрос, не так, как на Overflow, конечно, просто вопрос, он будет даже довольно глупый, но ты себе сэкономишь много времени. И люди не начинают выпендриваться, отвечают на вопрос, комьюнити хорошее, здесь хорошее. И это действительно неограниченные возможности, в отличие от других штук. В ней есть уже пакеты, которые спокойно вызывают C, Java, Java может вызывать R-пакеты, есть интегратор с Adobe Cluster, то есть я сначала думал, что ничего этого нет, думаю, ну еще один статистический язык. Эта штука, в ней уже все написано, можно пользоваться. И это просто множество форматов, которые эта штука поддерживает. То есть вообще R, самое основное, конечно, для чего она пользуется, все-таки для анализа CSV-файлов, даже если они 2 гига, все это довольно быстро работает. Но в принципе, коннект базы данных в две строчки, и вы уже можете пользоваться. Чему-то более сложному тоже, вот в Postgre нет поддержки, не нашел пакета, кому это нужно, ну, наверное, расстроится. Можно даже напрямую к файловой системе HDFS коннектить. Классная штука. Это немножко графической визуализации. Естественно, это классная штука с плямбами и очень простым математическим законом, но все приводят в пример. Вот другие примеры визуализации. Есть нормальный, я даже не знаю, как назвать пример, гистограмм, снова про Титаник, мне очень нравится эта тема. Уже кто как выражал на нем, как они распределились. Снова, видите, мужики, но это другая, более правдивая вещь, что-то от пассажирского класса действительно зависело, вы же бы пределе нет. Но того признака не было, где-нибудь в том деле. Есть, например, снизу вот те самые изгрейты, они очень видны цвета, но видно, что у вас трехмерное пространство. Можете задать и разложить трехмерное пространство по любым парам сочетаниям. Четырехмерное, но картинок будет еще больше. И так далее. То есть, если у вас слишком много параметров, вы можете задать, разложить на любые пары нужд. Вдруг в каком-то сочетании параметров вы увидите нечто, вы увидите какую-то букву, слово, символ, и это будет та самая зависимость. Для визуализации очень удобно. И мне нравится, что можно копировать разные карты, делать на них высоты. И это биология очень полезна. Октав. Мне попросили упомянуть октав, хотя я его не люблю, но вот на этом настояли. Поэтому я про него расскажу. Он свободный, тоже язык, видите, строчку просто скопировал. В нем есть поддержка C++. Хотел сказать, что такое октав. MATLAB, наверное, знают многие, что такое. А октав, это его свободная версия, бесплатная. И там язык, который работает в MATLAB. То есть студенту, если не удалось скачать в сторону MATLAB, он может поставить октав и, в принципе, сделать курсовую по MATLAB без проблем. Но только октав круче, поэтому случайно можете использовать штуки, в которых MATLAB на препода не скомпилится. Но тем не менее. Действительно хорошо прототипировать до MATLAB, если вы планируете дальше коммерческим способом использовать MATLAB, то поиграйте с октав, и если вам не понравится, не стоит начинать. До какого-то периода он использовал только стандартные средства Unix System для вывода GNU Plot, по-моему, я не очень с этим средством знаком. Но были тормоза при выводе больших данных. Но в недавней версии появились родные средства визуализации, и совсем недавно я хотел прямо написать, нет поддержки Явы. А тут захожу, хоп, есть, короче, Java Support, нормальный, либо, и все очень хорошо работает. Вот есть ссылочка для тех, кому интересно. Вы откроете все или они похожи на MATLAB, если честно, но тоже есть область переменных, есть классные графики с глянбой, они вообще все одинаковые. Ой, как быстро заключение-то пришло. Я обратно? Вот, на самом деле, я в октаве нашел бы какие минусы. Меньше способов коннекта к разным форматам, к разным базам данных, меньше каких-то таких хороших пакетов. И все-таки это язык, ну, совсем уже такой для математиков. То есть он такой прям вот вообще, вы о нем забываете, что такое, вообще программирование, или пишите какие-то инструкции. Мне вот это, наверное, не понравилось лично. В заключении, на самом деле, как было сказано, на самом деле сложно заниматься датамайнингом, заниматься только визуализацией, хотя и это продается, или еще какие-то, какими-то вещами, только базами данных. Наверное, нужно знать математику. Не какую-то очень строгую, там, порой линейной алгией будет достаточно, но надо ее знать и использовать. А, использовать RR так, нужно использовать бесплатные штуки, лучше, кстати, про RR я забыл сказать, на них есть возможность сделать веб-приложение, веб-сервер есть, и вы можете сделать небольшое веб-приложение, которое будет результатировать ваш результат, давать ссылку заказчику. Для прототипирования очень круто, потом успеете нажать галочку и сгенерировать лапшу Java кода. Но это дешево очень. Да, данные, это только ваш первый шаг. На самом деле, нужно понимать, но для увлекательного путешествия вам нужен классный средств данных, в котором вы хотите поковыряться. Еще раз рассказываю, у меня была своя история с эконометрикой, и мне дали плохие данные. Мне в них было неинтересно ковыряться, неинтересно изучать методы. Так, у меня появились интересные данные, они все-таки первичные здесь. Вот, вы можете дальше очень сильно развиваться сами. Найдите любимый средств, то, на что вам нравится отвечать, и используйте. И самое главное, ну, это зависимости, они есть везде. Даже в сыром логе, где одни какие-то страшные биты, можно находить какие-нибудь классные зависимости, классно визуализировать, и людям показывать, хвастаться, делиться, какие-то вещи. Буквально еще пару вещей хотел сказать. Если вы уже очень далеко продвинутесь по этому пути, или не очень далеко, я сам заметил, на субботнике, вот когда у нас был такой формат свободного общения, вдруг, неожиданно, кто-то заявил тему такой, дата майнинга, машин лернинга, я уже не помню. Мы говорили обо всем, на самом деле. И неожиданно оказалось, несколько человек сразу в омске слушали, слушал курс на курсе или по машин лернингу. Все кто-то применяют, все на практике, но я не вижу ваших рук, статей и так далее, классно. И не обязательно там только вот кому-то рассказывать какие-то страшные коммерческие тайны, вот такие вещи не надо делать. Вы расскажите, какие вы алгоритмы использовали, что вы делали, можно в отрыве дамп, на каком-то тестовом дампе, но помогите другим продвинуться, на самом деле получится хорошо. Ну, я с своей стороны тоже попробую как-то делиться. Все, вопросы? Все, спасибо. Да. Я не пинал пик, да, да, да. И скажи, пожалуйста, а ты что-то думал, чтобы в этот раз забавить, с чего лучше начинать? С теряда? Уел, уел, Толя, уел. Вынес сейчас внутреннюю дискуссию. Ладно, расскажу. Есть классная штука, новоделандцы сделали студию для консультантов, я ее называю. На самом деле классная. Есть, представьте себе студия, в ней уже запроблены все алгоритмы. Если у вас есть небольшие датасеты, там, кстати, много своих экземпляров, можете скачать какой-нибудь экземпляр про ирисы, вы там ставите галочки, данные располагаются в удобном формате, у вас там есть графики, вы можете поиграться с алгоритмами, даже не вникая в их суть. На самом деле классная штука. Мы все начали с этой вещи, я действительно забыл про это сказать, чем она тоже хороша, она может вам потом, в принципе, если вдруг вы сделали там прототип, она может вам скинировать, по-моему, код на Java и, по-моему, на сяк. Но в России я не уверен. Очень удобная вещь, но она, конечно, тяжеловато работает на больших данных. Ну, вам не нужно, наверное, изучение под шифр. Векка. В, Е, И, К. Такая-то, К, И, А. Вам нужен Java-нетик? Есть Java-нетик? Века для Java? Да, да, потом есть и Века для Java. Ну, вот я использовал ее только как студию. У меня даже, наверное, просто вот не упомянул там географические данные, хотя ты их очень любишь. Мне сказали, что я все время рассказываю про географические данные. Нет, там была же карта не один раз. Я просто хотела напомнить тем, кто его не знает, что у нас как раз скоро предстоит классная практика для тех, кто хочет попросить. Настоящий дата Хакатонга. Да, дата-майнинг, то есть будет Хакатонг, единая служба, они предоставят кучу данных, треки, там всякие, такси, заказы и всего остального. И вы можете на самом деле подойти к Леше спросить, а чего бы надо такого взять? И реально взять верхом или еще что-нибудь и прямо взять и практиковаться. То есть будет сейчас вы можете видеть, а потом по картону. Так, будет 24-го, 31-го метра. Да, то есть на самом деле, да, есть еще чуть-чуть сказать про конкурсы, я просто в дополнение. Если вам интересно участвовать, вот знаете, есть всякие там кубки, большие кодекапы, еще что-то, топ-кодер и так далее, для майнинга есть такая же штука, делюсь ссылочкой, Kaggle, ну блин, не написал, да, тоже здесь, вот, если что, потом могу дополнительно выложить. Kaggle.com, собственно, там до сих пор идет конкурс про распознавание котиков от собачьих, самый популярный там конкурс. Там как бы на большой срок выкладываются задачи. Единственное, что там чаще всего самый популярный язык вер, но на самом деле, я так посмотрел, оно тоже так устроено, что вы отсылаете ответы в текстовом, или в своем формате, на самом деле можно пробовать на чем угодно. И это как бы кубок для майнеров, условно говоря. И он очень растянут во времени, потому что обычно люди, когда решают задачу такую, они припробуют очень много алгоритмов и так далее. Вот это международное соревнование, у нас участвуют там питерские команды, в Питере есть клуб датамайнеров, и они, в принципе, говорят, если кто-то хочет участвовать в команде из-за мячей, потом, ну, почувствовать все возможности, то у них есть места в этой большой команде, это такое большое свободное исследование, можно тоже подключаться, если что можно к мне обращаться, я перенаправлю к организатору. Вот, если есть еще вопросы, вот, есть. Ну, когда я рассказал про Титаник, там вот был такой параметр наличия опроса. Есть какие-то методы обработки данных, которые позволяют такие неочевидные параметры узнавать данные? Скажу так, ну, вот это вот такие вот параметры, или еще их называют фичами, хороший вопрос, как их на самом деле доставать. То есть, наверное, я не знаю пока хороших способов, просто смотреть в данные, автоматически выделять фичи. То есть, если у вас есть какая-то структура, вы можете попробовать различные, то есть, если у вас просто есть какая-то колонка число родственников, если кто-то уже это собрал, то вы можете как-то с этим играться. То есть, и назвать это фичей, использовать в вашей студии, например, сказать, что фича A плюс фича B плюс фича C умножить на фича B, D и G, и она все по параметры, сочетания, пупы, тройки и так далее. То же сделать как фичи, вы посмотрите на какие-то коэффициенты, можете выкинуть и так далее. Вот это полуавтоматизировать можно. Но вот честно, те вещи, с которыми я сталкивался, в фичи все-таки человек выделяет, полагаясь на какой-то свой опыт. Я простой пример приведу, из того же таймштампа можно выделить невероятное количество фич, и это не только день, месяц и год. Просто какое-то невероятное. Десятки и сотни люди выделяют, просто из временной метки. И это порой дает очень-очень-очень много всего. И они разные, они не коррелируют линейно и так далее. То есть, можно по-разному преобразовать, например, дату. И то, сколько ты фич наделаешь, к сожалению, ну, можно каким-то чек-листом воспользоваться, но я еще не видел в студии, что сделай мне вот из этих данных вот все фичи, которые есть, выбери из них классные, это способ заменить пока датаймайнера, который у него нет. Вот работа человека во многом в выделении таких вещей. Если я сделал тысячу, какие-то, 10 тысяч, 100 тысяч, так быстренько понять, что вот эти вот на самом деле не работают, а на эти стоит... А очень быстрый способ, это вот тут присоединяется на ранних этапах визуализаторы, то есть можно своими глазками, например, какие-то вещи посмотреть, какой-то крыльяц, это, например, по парной зависимости, где-то глазками осмотреть, где-то еще что-то. Либо способ автоматически сказать, что я хочу оставить там все фичи, которые влияют там в линейной регрессии на ответ, вносят вклад больше, чем там 1%. И у тебя из 10 тысяч фич останется 100 лидеров. То есть вот эти вещи есть, но опять же фичи тебе нужно было как-то нагенерировать самому. То есть в принципе можно посчитать различные созависимости между фичами, но действительно они в итоге в конечную модель внесут вклад. Это большой вопрос. Я пример еще тоже приведу. Казалось бы, вот в этих вот постах одноклассников классные фичи люди пишут поставь класс, ну это лайк. Или проклассуй. Это вещь, которая влияет на количество лайков. Но так как она была в сообщениях, в которых было много лайков, которых нет, она давала действительно бессонный вклад, сильно задвигала и линейную регрессию, потом уже нелинейную и так далее. Но когда я ее убрал, мой прогноз стал лучше. Хотя казалось, были фотки с котиками, они тоже влияют на количество лайков. Но когда ты почему-то убираешь эту фичу, то есть эта фича, она тебе прогноз начинает сильно отклонять куда-то. Фотки с котиком. Наверное, он в 100 раз больше лайков. Но когда ты ее убираешь, в среднем прогноз у тебя лучше. Это вот простой пример игры с фичами. И иногда численные оценки не дают этого ответа. Ну, надо играться. А 100 тысяч фич, это в памяти, ну не 100 тысяч, даже 10 тысяч автоматический гирион плохо влазит в память во всех этих студиях и так далее. Тоже комбинаторный взрыв, как у предыдущего докладчика, происходит по парам и всяких штуках. Так, есть ли еще вопросы? Так, если последний вопрос. Да. Ну, вот, а даже последнего вопроса нет. Все, всем спасибо. Если что, спасибо.